Смотрите, духовный поиск, Бог, человек, нуменозное, божественное, пик экспириенс, все это вертикаль. Допустим, ты просветлилась, ну допустим, ты пара нирваны достигла, допустим, реализация... Хорошо, а с людьми у тебя как? А муж как? Ну ты просветленная женщина, а как муж это с тобой? У меня с утра йога, вечером я иду на сатсанг. Все, а горизонталь? Есть люди, зацикленные горизонтали, которые вертикально они как бы не ищут, и так как бы в делах. Ну как бы они, знаете, вещи, тряпки, купила там туда-сюда, а где вертикаль? Поэтому баланс вертикали и горизонтали и является собой архетипическая интегральная фигура креста. Поэтому интегральное значение крестного знамени, сознание, когнитивный ум, чувство, энтерический ум и воля. О, понятно? Поэтому кто из вас когда-то крестился, перестал, скажет, я теперь интегральный, я уже не... Это очень интегрально с утра вспомнить себя как индивидуальность, как переживание и на некоторое действие вертикальное, горизонтальное настроиться. Как тебе такая мета входила? Красивая? Воля, воля интересная. Да, воля. Проявление? Руки. Если люди такие духовные, я говорю, слушай, духовная, а пользы кому-то есть, кому-то... Нет, я только для себя духовная. Да, нет, мужики вообще, знаете, сейчас пошли, измельчали. Вот, всё. Поэтому духовность должна воплотиться, это основное послание христианцев. Невоплощённый дух... А я, знаете, музыку такую пишу и картины, и говорю, ну, кто уже... А я для себя пишу. Мне, знаете, на душе так хорошо. Так вот, от избытка сердца, глаголи тусто, привнеси в мир свою творчество, свою божественность. Обогати, ну, дай чуть-чуть больше людям. Если ты действительно что-то открыла, ну, как бы, у тебя свет, ну, как бы, где ты светишь? Вот, всё, поэтому вертикаль, горизонталь. Вот, и горизонталь – это отношение. Недавно спросили, что такое отношение. Я говорю, слушай, отношение – это когда у меня в сердце что-то ценное есть, открытие, переживание. Таня, а кому я хочу отнести? Таня, хочешь тебе вот прям раз... Она раз взяла. Ой. Она говорит, а я вот песенку написала. И прям потом, когда дописала, уже поняла, что прям про вас. Ой, сыграй. Раз – она мне отнесла. То есть, когда мы вот этим внутренним миром делимся и обогащаем, тогда проточная вода. Иногда, когда человек слишком корпускулируется, замыкается, ну, движения нет, и там, ну, вода уже, ну, она должна течь, только тогда она живая. Поэтому моя такая просьба, чтобы вот вертикаль и горизонталь. Поэтому, как бы, я так смотрю, что мне интересно. Это для меня удовольствие огромное. И оно такое... Иногда это трудный труд. Разбирать вместе с людьми, которые доверились мне, эту непростые внутренние сюжеты. То есть, Бог, проживая через нашу человечность, свою жизнь в каждом. Иногда эта эго, эго-граница этой человечности такая толстая, что Бог бьется об стенку, чтобы пробиться, чтобы любить и быть любимым. Но здесь куча установок, здесь правила, здесь у меня принципы, здесь у меня такой семейный сценарий, и все. И мы пытаемся... Да, биохимия нам в момент, когда мы влюбляемся в биохимии, что-то еще энергетически встретились, соединились, блаженство, а потом раз, каждый в свое пространство и в свой эгоизм. То есть, поэтому здесь очень много непонимания.